Поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями, как хорошо ли вам спалось, бодры ли вы и веселы, и слышно ли вам сейчас меня, и хорошо ли вам меня видно. Мы же пошли в пуси. Доброе утро, Стана! Да, действительно. Кто рано встает, у того активно будет расти бизнес и команда, поэтому это очень правильное решение. Можно громче. Постараюсь. Так, микрофон на максимум, и колонка тоже. Вот, тихо. Я постараюсь говорить громче и ближе, но если будет проблем, попробуйте наш классический совет сменить браузер. Это я всем уже находлю конец. Друзья, я думаю, мы сейчас с вами... Да, уже хорошо. Всё, чудесно. Тогда начнем. Я думаю, что те из вас, а это практически все, кто был на нашем мега-марафоне истории «Эволюция красоты и успеха», смогли в полной мере окунуться в атмосферу красоты и успеха. Поскольку мы всё время говорим, что мы шведский эксперт в целостном подходе к этим двум понятиям. И более того, наше предложение, оно как и никогда актуально. Со сцены вы могли услышать много интересных лидерских историй, вы могли увидеть много новинок и интригующих запусков, как из категории декоративной косметики, так и из категории ухода за кожей. Конечно же, мы говорили очень много о wellness-проектах, было интересное представление наших новых тренеров. И я думаю, что те из вас, кто участвует в проекте wellness-прокачка, так или иначе с ними уже знакомы. И, конечно же, наше мероприятие, наши бизнес-возможности, наверное, как никогда ярко сияли со сцены. Не было у нас, знаете, ещё за историю Reflame Беларусь такого невероятного количества старших менеджеров. Именно поэтому было принято решение сделать такую необычную сцену, потому что мы не были уверены, что они все у нас поместятся. И это было замечательно. Я думаю, что там стоило быть в очередной раз. Знаете, я поверила, и как сотрудник, как АСМ, что независимый бизнес, личностное развитие – это всё возможно. И это приносит свои плоды и свои результаты. И, конечно же, сообщество. Вы знаете, столько горящих глаз, столько мотивированных, просто зажжённых, настроенных на успех людей, я думаю, Falcon Club не видел никогда. И я думаю, что это очень здорово, что вы у нас такие действительно целеустремлённые, такие амбициозные. Поэтому я думаю, что мы этот запал с вами сохраним и понесём его в новый юбилейный год. Дорогие друзья, конечно же, обобщая всё вышесказанное, мы предлагаем стиль жизни, где важно не только то, как ты выглядишь, но и то, как ты себя ощущаешь. И поэтому у меня и у моих коллег утро также начинается с коктейля. Теперь, я думаю, нам самое время перейти уже непосредственно к результатам развития лидерства. Мы с вами немножко коснулись того, как же у нас замечательно и массово прошёл наш мегафорум. И теперь хотелось бы ещё раз подчеркнуть, как мы вошли в новый юбилейный год. И вошли мы достаточно успешно. Лидерская база с уровня старший менеджер и выше увеличилась по всем регионам в сравнении к аналогичному каталогу прошлого года. Я думаю, что достойно бурных оваций, низкий вам поклон. И отдельно хотелось бы выделить две области. Это Витебская и Гомельская. Поэтому моя тоже отдельная благодарность Гомельской области. Я думаю, что Андрей Рядовский тоже радует успехам своей области. Да, вот, даже похлопал. Поэтому спасибо, дорогие друзья. Очень хороший данный старт. Действительно, как начнёшь год, так ты его и завершишь. И в этот год начали очень бодро и позитивно. Далее, вот, не может не радовать то, что наш слоган «Закрой новое звание к юбилею компании» кто-то воспринял очень буквально и молниеносно. И у нас действительно уже есть два директора, которые... Вот, вы знаете, даже Олесе Казанова ещё не закончился первый каталог. Она уже закрыла звание директора. И это первое, самое первое наше звание в этом юбилейном году. Я думаю, что стоит отдельно поаплодировать Олесе за это достижение. Поздравляем вас, Олесе, и очень ждём, очень рады будем вас послушать сегодня на вебинаре «Вашу замечательную историю успеха». И, конечно же, это Александра Семенюк. Я лично с Александрой сидела за столом на панкете «Юбилейный экспресс». Александра очень милая девушка, очень позитивная. Я тоже желаю ей успеха и поздравляю её с новым званием. Александра, мои вам аплодисменты. Итак, мы поздравляем наших директоров. И, конечно же, по доброй традиции мы поздравляем наших старших менеджеров, наше молодое поколение, которое в будущем тоже станет директорами. Старшие менеджеры этого каталога – это Александра Шушкет из города Минск, спонсор Светлана Боровка и вышестоящий лидер Бочковлёва Ольга Россия. Это Надежда Рязанова, также из города Минска, спонсор Инна Костюкевич и топ-лидер Александр Шиманович. И это Ирина Демленко, старший менеджер из Гомеля, любимого Гомеля, спонсор Виктория Прокопенко и топ-лидер Лилия Ковалевская. Аплодисменты новым старшим менеджерам. Ребята, вам удачи во всех квалификациях, в программах, о которых мы ещё ближе поговорим к концу вебинара. Поэтому держите ухо в астрово, у вас очень много возможностей в этом году. Итак, дорогие друзья, какие же у нас на данный момент открытые квалификации? Это мой любимый слайд, хочется его действительно отдельно выделить, потому что на нём лучше видно целую картину, да, кого же мы ожидаем, какие мы звания ожидаем в этом юбилейном году. И это 150 открытых старших менеджеров, которые в будущем станут директорами. 150 человек, вы только подумайте об этой цифре, это просто сойти с ума на самом деле. Это 28 открытых старших директоров, которых мы тоже ожидаем в закрытых званиях. И 24 открытых золотых директора, я думаю, большую часть из которых мы увидим на лайнере. И, конечно, за 4 открытых старших золотых директора подробнее. Это Анна Козловская из города Витебска, это Татьяна Макузи из Киделя, Наталья Коцур из Гомеля, Анастасия Далида открыла 2 новых звания. Вот только на прошлом вебинаре мы приглашали Анастасию, мы слушали её интересную историю, мы её чествовали. Действительно, это очень необычное достижение. Старший золотой директор и сапфировый директор одновременно. И, конечно же, Татьяна Ярохович и Анна Томичук, они находятся в открытой квалификации сапфирового директора. И Денис Бирюков, Елена Раковича, наши самые высокие открытые звания, старшие бриллиантовые директора. В этом году мы тоже крестим пальчики, ожидаем скорого закрытия. И желаем удачи всем нашим открытым званиям. Итак, дорогие друзья, что хотелось бы проговорить, какие моменты в работе лидера с командой у нас на первый каталог. И момент у нас следующий. Я думаю, что те из вас, кто был на бизнес-завтраке 29 января, у вас ещё свежи воспоминания, и вы сможете об этом рассказать своим командам, своим менеджерам, и таким образом замотивировать их выйти на новый менеджерский уровень. Поскольку лидеры, которые вышли на новый уровень, 15 и выше в каталогах 1, 2, ну и возможно, ещё мы захватим каталог 3, именно эти лидеры отправятся на следующий бизнес-завтрак, либо бизнес-ланч с менеджментом компании. И я думаю, те, кто был, смогут подтвердить, что это того стоит. Это незабываемая атмосфера, правда, это обмен опытом, это знакомство. И такое происходит не так часто, к сожалению, в нашей жизни. Поэтому я думаю, что ради этого стоит стремиться, стоит выходить на новый уровень и развивать свой бизнес. Что касается новых менеджеров, новых менеджерских уровней, по итогам первого каталога, они тоже впечатляют, эти цифры впечатляют, только посмотрите, у нас 9%, 115 человек имеют отрыв. 115 человек – это перспективный бизнес-партнёр, ключевые наши единицы, которые в будущем вырастут в ножки. 12% – это 40 менеджеров, которые имеют отрыв. 15% – 14 из них имеют отрыв, и 18% – трое. То есть это также перспективный 22% старшие менеджеры. Мы тоже очень ждём вашего выхода на новые уровни, и не забывайте, что у вас для этого, для мотивации, есть бизнес-завтрак. Что ещё хотелось бы сказать? Спасибо вам большое за ваше участие в Мега-марафоне, спасибо спикерам, тем, кто был на сцене, кто делился своим опытом, своими историями. Это, правда, было замечательно. И спасибо, что вы приехали всеми командами из разных уголков страны. Для нас это, правда, было очень важно, и мы старались для вас. Я надеюсь, что это мероприятие надолго вам запомнится действительно и оставит неизгладимые впечатления для вас и для ваших команд. И было бы очень здорово, если бы вы действительно как-то отписались, да, что бы вам очень понравилось, что бы вы хотели, может быть, ещё увидеть на следующих наших мероприятиях. Вот, мы всегда от вас ждём обратной связи. Поэтому я думаю, мы с вами будем потихоньку готовиться к следующим мероприятиям, к следующим марафонам, лидерским мастер-классам, но будем, тем не менее, вспоминать, как это было. Было это очень здорово. И что ещё хотелось бы сказать. Чуть раньше мы рассказывали вам про наши так называемые дни нового звания, и это не ограничится днём Сапфира. Это может быть как день золотого директора, день бриллиантового директора, дважды бриллиантового и выше, выше, выше. Но сейчас мы на самом деле ждём очередной день Сапфира в команде моего коллеги Андрея Людко, Екатерина Андреева. Она также, так же скоро посетит славный город Минск со своей командой. Она отправится в один из лучших отелей города, и мы будем здесь обучать её команду, давать им эксклюзивный тренинг, встречаться с менеджментом компании. И, в общем-то, ещё больше интересных вещей, я думаю, ждать Екатерину. Поэтому держите руку на пульсе, мы скоро вам дадём обязательно отчёт по этому чудесному мероприятию. Что касается бонуса, мой первый автомобиль, горячо любимый нашими лидерами бонус. И, опять же, хочется показать сравнение, что по сравнению, опять же, с аналогичным периодом прошлого года, вот когда внизу подписано, наши лидеры получили, и это не ошибка, они получили один бонус в 100 рублей, да, один человек, два человека бонус в 200 рублей, и три человека бонус в 300 рублей. И обратите внимание, какой же колоссальный рост произошёл в этом каталоге. Когда, допустим, бонус в 300 рублей вместо трёх человек, да, получили 63 человека. Это значит, что 63 человека показали прирост в баллах. Это значит, что ваши структуры растут, ваш бизнес укрепляет, становится более сильным и стабильным. И это очень здорово. И мы готовы вас в этом поддерживать. Разными программами, бонусами. Поэтому участвуйте, не останавливайтесь и растите. Что бы ещё хотелось отметить, конечно же, как АСМ. Мне очень приятно, на самом деле, получать столько вопросов от моих лидеров. Я думаю, что мои коллеги со мной согласятся. Очень приятно получать от вас такую обратную связь по проекту «Юбилейный экспресс». И, видя действительно результаты первой волны «Юбилейного экспресса», первого нашего набора, наших первых команд, хочется сказать, что это действительно рабочая идея. И именно плотная такая вот работа с АСМ, да, плотное ведение команд, понимание, кто, на какие квалификации идёт, да, кого какие бонусы интересуют. И самое главное, своевременная помощь. Вот все эти составляющие, они сложились, вот я думаю, в наш взрыв просто новых званий, новых старших менеджеров к концу года. И, опять же, мы объявляли уже новый запуск, мы собрали заявки от наших лидеров. В ближайшее время мы соберёмся с командой и обсудим лично каждую кандидатуру, чтобы составить такой уже финальный итоговый список. Конечно же, мы говорили о том, что это 22% для лидера и две ножки по 9% параллельные. Необходимо было для участия прислать бизнес-план до конца каталога, первого, прошу прощения, не пятого. И, конечно же, мы ещё будем рассматривать каждую из ваших историй, из ваших бизнес-планов, методов работы. Поэтому спасибо всем тем, кто прислал, кто, возможно, замешкался. Будем ждать вас также в следующем наборе, который произойдёт после девятого каталога. Такая была у нас команда. Мы ввели примерно по 30 лидеров в каждый из асмов. Немножко у нас изменится рокировка. Пока у нас Катя покоряет Москву, а Юлечка вникает в наши дела, я думаю, каких-то лидеров мы поделим между собой, с ребятами, между нашими командами. И на первых порах будем помогать всё вместе. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам. Плотное сопровождение астма. В чём это заключалось в нашем первом наборе? Действительно, это, как мы говорили, 70% с группы плотного сопровождения, с нашей ГПС, и 30% с остальными лидерами. И в эти 70% входило наше постоянное присутствие, контроль жизни наших групп. Это участие в структурных мероприятиях, в каких-то поздравлениях. Обязательно поздравления новых званий закрытых. Очень много было активностей. Мы читали тренинги, мы устраивали скайп-координации. Мы ставили планы, мы их отслеживали, мы консультировали. Действительно, это очень хороший опыт, и это очень полезно также было нам, как Асам, чтобы понимать, с кем мы работаем, и теперь мы имеем чёткое видение всех систем, всех лидеров. Поэтому это было очень здорово. И, конечно же, это эксклюзивное обучение, потому что участники проекта «Юбилейный экспресс» получали возможность попадать на все самые актуальные тренинги первыми. Тренинги, мероприятия у наших команд было право первоочередной покупки бронирования билетов. Я думаю, что это правило также сохраним для следующего набора. Поэтому, опять же, бизнес-завтра для тех, кто растёт. Вот хотелось бы сказать, что мы проводили небольшой параллель, да, мы сравнивали, сколько уже у нас лидеров из нашей ГПС по сравнению с остальными лидерами, которые присутствовали на бизнес-завтраке. И хотелось бы сказать, что это также было соотношение где-то 70 на 30. То есть, в принципе, все те, кто находился в глубократном сопровождении, все те лидеры, они росли по лестнице в успех, они открывали новые уровни. Поэтому это действительно работает. И, конечно же, да, для тех, кто закрывал новые высокие уровни, золотые директоры и выше, это, конечно, структурное мероприятие, это поздравление, это посещение менеджмента компании, да, вашего мероприятия, это помощь в организации, да, всеобъемлющие, всесторонние. Поэтому, опять же, дополнительная мотивация вам закрывать новое звание в проекте Юбилейный экспресс. И мы объявили второй набор. Опять же, как я уже говорила, да, мы получили все заявки. Вы, конечно же, можете дополнительно связаться с вашим астмом, да, и как-то индивидуально рассмотреть какие-то, допустим, случаи, вашу команду и так далее. Вот. Но, по большей части, мы, конечно, заявки уже собрали. Поэтому спасибо всем тем, кто подался в этот проект. И на этом я подвожу итог своей части. Дорогие друзья, спасибо вам за чудесный первый каталог. Правда, он был очень насыщенный как в плане мероприятий, активностей, так и в плане вашей работы. У нас, мы замечательно закрыли этот каталог. Слегка даже переуполнив наш план, что еще раз говорит о том, что Беларусь растет, команда растет, развивается, новые уровни открываются, еще другие уровни, да, закрываются. Это не может нас не радовать, действительно. Поэтому не теряйте этот запал на весь год. Давайте продолжим в таком же темпе. Для этого у вас есть квалификации, программы. Для этого у вас есть юбилейный экспресс. Это группа плотного сопровождения, которую ведет АСМ. В общем-то, у вас есть все инструменты, чтобы юбилейный год компании действительно стал для вас самым, наверное, ярким и запоминающимся. И, конечно же, для того, чтобы вы смогли вписать свое имя буквально в книгу «Успеха Арифлейм». Я желаю вам удачи в этом каталоге и хочу пригласить взять слово нашего нового директора Олеси Казунову, наше первое звание в этом году. Олеся с удовольствием поделится с вами своей историей успеха, своими методами работы, тем, как она идет в бизнес в своей команде и как же ей удалось, собственно говоря, так быстро закрыть звание директор, даже в середине каталога. Олеся, удачи вам, слово. Добрый вечер всем. Добрый вечер, доброе утро. Спасибо, что пригласили меня выступить. Это большая честь для меня. Рада поделиться своей историей, своими методами. Давайте проверим связь, как меня видно, как меня слышно. Я представлюсь. Еще раз, меня Олеся Казунова зовут. Я из Витебской области, живу в Бешенковичах, городок недалеко от Витебска, 7 тысяч населения у нас. И как я пришла в Арифлейм, пришла, скажу, не по своей воле, вопреки своему желанию, потому что меня приглашали неоднократно, и я всегда отказывалась, потому что не видела своих способностей для того, чтобы развиваться в этом бизнесе, не верила в себя. Но так случилось, что моя мама присоединилась к команде Елены Ракочи и Дениса Бирюкова и пробовала себя в этом бизнесе. У нее начинала получаться Зинаида Петровна Насар, мою маму звали. Благодаря компании она съездила в путешествие в Швецию с командой Елены Ракочи и Дениса Бирюкова. И всегда мама говорила, что я уйду на пенсию, и тогда я развернусь. Ну, жизнь такова, что не всегда и зачастую не дает нам реализовывать наши планы. Полгода на пенсии, и случилось у нас несчастье, мама умерла. И хочу вам сказать, что не важно, как вы приходите в Reflame, неважно с какого момента, главное, то тот момент, когда вы принимаете решение. И для меня момент принятия решения был именно тот момент, когда я услышала от своей мамы, ты только не бросай Reflame. Находясь в больнице, мама мне говорила эти слова. Она переживала, конечно, за судьбу бизнеса, потому что на душу вкладывала в развитие бизнеса. Офис был уже у нас в Бишенковичах. И для меня, конечно, это было тяжело, потому что после смерти мамы, вы представляете сами, какое это состояние, и начинать что-то делать, разбираться в каком-то бизнесе. Было очень сложно, просто внутреннее состояние. Ну, не только вот это внутреннее состояние, после того, что у нас горе в семье. Очень было тяжело видеть себя с позиции лидера, вести за собой людей. Потому что у нас была структура на тот момент небольшая, 12%, но там были продавцы, были покупатели, и спрашивали, а как мы будем теперь наши заказы получать, а кто с нами теперь будет работать. И, конечно, ощущение было, что высадили в темноте, а что-то надо делать, в чём-то разбираться. Одни вопросы, никаких ответов, но и к тому же всегда для нас очень важно мнение окружающих. На тот момент для меня это было тоже важно, что обо мне подумают. Всегда говорят, что Витфлейм — это секта, и глупости какие-то, пальцем виска крутить будут. Благодаря поддержке моих любимых спонсоров, Елены Ракочи и Дениса Бирюкова, которые сопровождали меня на каждом шагу, помогали, поддерживали, потихонечку стало получаться. Первое время, конечно, я делала всё это не хотя, через силу, а потом, когда стала разбираться, стало уже потихонечку нравиться, работать в команде, и изучив уже, углубляясь в методы работы, углубляясь в возможности компании, пришла потихонечку, да, уже такая крепкая любовь к компании. И первое, с чего мы начинали, это, конечно же, изучение офлайн-методов. Тогда мы работали офлайн, работали с живыми людьми, и приглашали на спа, на продукт, на подарки. Ну и, соответственно, полтора года удавалось, благодаря этому методу работы, поддерживать только уровень 15%. Лето 2014 года 15%, и осень 2015 года 15%. То есть полтора года не было ни одного партнёра. Ну, соответственно, приглашали на продукт, приглашали на подарки, люди получали свои подарки и уходили, что вы от нас ещё хотите. То есть партнёра не было ни одного. Появлялись, два человека были появились, но они тут же ушли, потому что для них это тоже было тяжело, я так поняла, общение с людьми, куда-то ездить, какие-то мероприятия проводить. Вот, наверное, не хотелось этим заниматься. Ну, не знаю, что бы было бы дальше, потому что уже наступали моменты ощущения, потому что роста нету, партнёров нету, но в декабре 2015 года наши спонсоры запустили онлайн-проект, пригласили меня тоже в этот онлайн-проект. Спасибо, конечно, Елене и Денисе за то, что пригласили. Это тоже оказанное доверие. Всегда приятно быть членом команды, когда тебя воспринимают как члена команды. И начинали работу тоже. Ну, естественно, как всегда, было много сомнений, потому что в интернете не знала, ничего не понимала, одна страничка в одноклассниках, даже почты своей не было, ничего не умела. Поэтому сомнений было много и страшно было. Сразу приступили к обучению. Благодаря тому, что Елена сказала правильные слова, я приняла правильные решения. И действительно, сейчас методы работы онлайн позволяют развиваться, где бы ты ни находился. И очень хочется вот так вот красиво, сидя на берегу моря, работать с командой, может, в период отдыха. Я верю, что это будет. И работа онлайн позволяет работать в любом месте, даже в таком маленьком городке, как у нас, 7 тысяч населения, потому что сейчас все сидят в интернете, наверное, меньше встречаются лично, больше общаются в соцсетях. Сейчас все дети сидят в соцсетях, общаются друг с другом. Поэтому мы рассмотрели эту возможность, что это самые перспективные методы работы. И какой же акцент? Мы изменили фокус, мы перестали приглашать на продукт, мы приглашаем на деньги, фокус на бизнес. И это показало результаты, конечно, очень хорошие. Как правило, самая лучшая каталогия это новогодние, праздничные. И в шестнадцатом проекте я была новой, мне было здесь 3281 балл. И благодаря правильной фокусировке и правильному, как я сказала, пректору, нужно приглашать правильно, приглашать на деньги. Но опять же, не все так гладко было. Было и падение, и было отчаяние, и были поиски новых методов, и больше работали, и к лету товарооборот упал. Но когда был такой период отчаяния, я еще и работаю. Я работаю в системе «Беллтопгаз», работаю в аварийной службе по графику. И все свои выходные я уделяю развитию бизнеса. Так вот, я взяла отпуск, мы две недельки с семьей отдохнули, и я приступила опять к работе. Все лето я отработала каждый день, рекрутинг, рекрутинг, работа с командой. И вот в девятом каталоге 2016 года было еще 3000 баллов, а уже в тринадцатом каталоге в результате активной работы уже снова подтвердилась квалификация директора, и в семнадцатом каталоге уже в персональной группе более 10 тысяч баллов, и у меня открылся старший менеджер тоже с товарооборотом более 9 тысяч баллов. Итого, если проследить результаты работы за год, в семнадцатом каталоге 2016 года 3000 баллов с небольшинечком, закрылся каталог 17-й уже 2016 года, то есть через год, с увеличением товарооборота практически в 7 раз. Ну и, соответственно, открытая квалификация директора, поздравления, награда, прорыв года. У нас великолепное было мероприятие командное, организованное командой Ленина Рокочей и Дениса Берекова. Андрей Литко был на нашем мероприятии, очень приятно было его видеть. Ведущим был Георгий Колдун. Все прошло, конечно, на высшем уровне. Вот фотография моей большой команды, это еще не все приехали на мероприятие, только те, кто смогли. Вот было тоже круто. Ну, еще было круче на мероприятии 29-го числа в Минске, где уже я получала по закрытию своего звания директора уже награждение. Это и большая сцена, это и чек признания, и банкет, который состоялся после мероприятия. Спасибо огромное. Это было просто потрясающе, очень воодушевило, особенно прям слезы на глаза наворачивались, когда мы видели людей, которые выступали на сцене с ограниченными возможностями в открытых званиях. Это было, конечно, ну, просто непередваемое ощущение. Плакали, сидя в зале, переживали, конечно, за всех. Ну, и теперь переходим к нашим методам работы. Как я уже и говорила, что самое главное – это фокус на бизнес и приглашать людей на деньги, не на продукт, не на подарки, потому что, как вы видели мой опыт, ну, конечно, возможно, что-то и не доделала, потому что, совмещая с работой, может, меньше времени где-то приходится уделять развитию бизнеса, делая все, что могу, но для меня вот именно фокусировка на деньги, на бизнес, вот показала, что это действительно метод работает намного эффективнее. В основном мы работаем с теплым рынком по спискам знакомых, ну, и параллельно, конечно, пробуем и приглашения в соцсетях, и по холодному рынку, и доски объявлений. То есть все, что можно, нужно работать параллельно различными методами. Ну, у нас основной метод работы – это теплый рынок. Сами понимаете, что теплый рынок – это те люди, которые нас знают, которые нам доверяют, и это те люди, с которыми легко общаться, легко работать. И кому, как ни наши близкие, мы хотим самого лучшего. Наши близкие – это наши самые лучшие партнеры. Также работа через развитие личного бренда. Все наши успехи мы размещаем на своих страничках в соцсетях и путем подачи этой информации также приглашаем в команду. Это уже работа на пассивный рекрутинг. И подтверждение того, что теплый рынок – самый лучший рынок для работы. Вот фотография лидеров моей команды, новых менеджеров и старших менеджеров. Это наши близкие люди, это наши знакомые совместно с Юлей Кочневой, старшим менеджером. Здесь и жена моего брата, моя невестка, и хорошая подруга моей мамы. И знакомые, соответственно, здесь уже теплый рынок пересекается, все друг друга знаем. Теплый рынок рулит. И очень много у нас людей из Бешенкович в команде. Поэтому не забываем про свой теплый рынок. Абсолютно всех-всех-всех приглашаем. Вайберчаты. Наши инструменты – вайберчаты. У нас есть, что здесь происходит. Чат есть для новичков, чат для покупателей, для партнеров, где мы общаемся. И это инструмент, который позволяет оперативно всем сразу давать информацию. Не нужно прозванивать каждого. Сразу сбросил в чат информацию, все увидели. И вот буквально вчера, вот я покажу, как мы работали в чате, новости красоты. Здесь у нас партнеры и покупатели делятся своими покупками, своими отзывами о продукции. Вот буквально вчера мой партнер приобрелась в Бескинпро, сразу сбросила картиночку в чат, отзывом поделилась, тут же все остальные поддержали, поделились своими впечатлениями, рассказали о приборе, зачем он нужен. Ну, таким образом, конечно, все получили информацию, какой классный прибор. И я думаю, многие тут же и заказали себе этот приборчик. Мы еще и подсказали, что его можно взять за 50% по премьер-клубу. Тот, кто не знает, что такое премьер-клуб, обязательно спросят, расскажите, как его взять за 50%. Также инструмент, канал на YouTube. Почта Gmail. Используем все возможные фишки, которые можно только взять на Gmail. Очень удобно использовать и Google таблицы, и Google формы, и хранилища виртуальные, когда каждый, независимо от того, где находишься, может получить сразу информацию, доступ к информации, доступ к информации, делать отчеты, все что угодно. Вот, например, табличка представлена здесь, Google таблица с доступом для всех. Сбрасываешь в чат эту табличку, сразу каждый с твоего компьютера заходит в эту таблицу, заполняет, я вижу, вот план развития, и я вижу уже результаты сразу же. То есть мы одновременно можем работать в разных местах с одной и той же таблицей. Также таблицы с ссылочками на обучение. Ну, это как пример, у нас очень много таких, да, знаковая система. Вот. И тоже любой может зайти, взять, что нужно, какую нужную информацию. Ну, на YouTube мы размещаем, конечно, наше обучающее видео по закрытым ссылочкам, по открытым ссылочкам, смотря для чего предназначено это обучение. Вот. Вебинары. Вебинары у нас проходят обучающие, используем комнаты для планеров, для личных встреч, координаций, на какие темы вебинары проходят. Это и презентация бизнеса, успешный старт по работе с теплым рынком, школа здоровья, wellness, лучшее предложение каталога, 150 баллов легко. То есть различные темы, которые могут быть актуальны, то обучение, которое нужно нашим партнерам, нашим новичкам. И, конечно, мы живем в разных городах, и как еще мы можем встретиться, ну, кроме как, конечно, BMW и мега-мероприятий, но там тоже на этих мероприятиях очень мало времени для общения, буквально, поздороваться, сфотографироваться и разъехаться. И единственное, как мы можем встретиться, это в Skype выйти, либо на планерках, вебинарных комнатах. Вот таким вот образом мы уже общаемся лично с партнерами. И в нашей команде, вот в команде Елены Ракочей, конечно, царят такие ценности, как доверие, взаимоуважение, все взаимо, да, главное слово взаимо, доверие, взаимоподдержка, взаимоответственность, сплоченность, взаимоуважение. Конечно, очень важно эти ценности, я пытаюсь привить в своей команде, да, тоже, чтобы эти ценности были важны для каждого члена команды. Важно уважать друг друга, поддерживать, делиться идеями, слушать и слышать друг друга, помогать друг другу идти к целям, потому что цели общие, командные позволяют двигаться вперед, чтобы каждый, кто приходит в нашу команду, получал свое, то, зачем пришли, получал свои запланированные результаты. И слабые скажут, не судьба, сильные скажут, я попробую еще раз, а самые сильные скажут, я буду пробовать до тех пор, пока не будет так, как я хочу. Потому что неважно, сразу получается, не сразу получается, взлеты и падения бывают. Но успеха добьется только тот, кто может подняться на один раз больше, чем упасть. И все будет получаться, если вы занимаетесь любимым делом. И не будет ни одного рабочего дня, если вы будете заниматься любимым делом, если вы будете любить свою работу. Я желаю вам получать удовольствие от вашей работы, расти, развиваться. Желаю правильных партнеров, сильной команды, новых званий, новых квалификаций, успехов вас. Поздравляю новые уровни, которые закрылись. Поздравляю новые открытые уровни. Желаю вам закрыться легко и успехов вам. И спасибо, конечно, за то, что вы пригласили. Очень приятно было поделиться с вами своей историей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что же, Олеся, спасибо вам еще раз огромное, что также согласились принять участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Я думаю, лидеры согласятся, кто сегодня присутствует, что очень личная история, очень такая трогательная. Буквально мы сегодня услышали становление вас как лидера при одновлении разных преград, препятствий, и вы действительно с достоинством прошли все испытания. Мы еще раз поздравляем вас с новым закрытым званием. Успехов вам, вашей команде. Пусть у вас действительно все будет хорошо, потому что вы замечательный человек и очень вдохновляющий лидер. Спасибо вам еще раз за выступление. А теперь я перехожу, наверное, к самой ожидаемой сегодняшней части. Да, я думаю, что этим в основном связано такое невероятное посещение площадки, и это очень здорово, друзья, поэтому будьте сейчас предельно внимательны, еще лучше возьмите с собой какие-то блокноты рядышком, или там, не знаю, диктофоны, фотоаппараты, потому что сейчас мой коллега Андрей Людко займет мое место, чтобы рассказать вам о идущих квалификациях, о которых тоже не стоит забывать, которые скоро будут подходить к концу, но тем не менее, я знаю, что вы все ожидаете новости от компании, это квалификацию на вторую волну по Болгарии, и, конечно же, плане успеха. И сейчас мы вам все подробно объясним, ответим на все ваши каверзные вопросы, которые вы можете задавать как в процессе хода вебинара, мы на них потом позже в конце ответим, либо уже по окончании вебинара вы сможете их задавать своим асмам, лично в чатах и так далее. Ну что ж, не буду больше вас томить, приглашаю Андрея занять нашу импровизированную сцену. Продолжение следует... Добрый день, дорогие лидеры! Очень рад вас всех сегодня видеть, очень рад такому большому количеству посетителей нашего вебинара, и, мне кажется, это число радует нас уже на протяжении нескольких каталогов. Очень здорово, что количество увеличилось, я думаю, раза в два, наверное, по сравнению с предыдущим годом. Напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли меня видно, слышно, для того, чтобы я мог наш вебинар продолжать. Так, вижу плюсики. Отлично. Ну что ж, давайте стартовать, и начнем мы, наверное, с того, что представим тех, кто очень хорошо поработал в прошлом году, очень хорошо поработал в начале текущего этого года, то есть в каталоге номер один, это те, кто уже квалифицировался по первой волне, те, кто уже гарантированно могут, так сказать, собирать чемодан и готовиться, искать себе купальные костюмы, искать себе шикарное платье для гала-ужина, которое, конечно же, будет на менеджерской встрече. Поэтому встречайте, давайте бурными аплодисментами все вместе будем приветствовать тех, кто уже квалифицировался по итогам первого каталога на менеджерскую конференцию. Это Елена Сафахонова, это Ольга Каравай, это Татьяна Пинчук, это Ольга Антюкова, Ирина Жирнова, Наталья Бакина, Екатерина Михалевич, Татьяна Терещук, Наталья Серпикова, Ирина Вдовенко, Дмитрий Калятко, Татьяна Скорина, Светлана Лебедева, Оксана Клинцова, Алексей Пилипчик, Ольга Зайцева, Петр Демидов, Анастасия Кулеш, Тамара Шлавенец, Ольга Преображенская, Екатерина Свороб, Алла Жминда, Дарья Григорович и Лютастанская Оксана. Давайте все вместе бурными аплодисментами. Поздравим их. Вы большие молодцы, вы квалифицировались на менеджерскую конференцию. Мы вас с этим поздравляем. Также хотим напомнить, что у нас есть еще лидеры, у которых есть условия второй волны. И вот здесь у нас есть директора, которым необходимо подтвердить свой уровень в каталогах номер 2 и в каталоге номер 8. Обязательно для того, чтобы квалифицироваться на менеджерскую конференцию окончательно. Это Наталья Круковская, это Татьяна Хоменкова и Василий Круковский. Также я хочу отметить, что те результаты, которые мы показали вам сегодня, они приведены с учетом локальных баллов и локальных уровней. То есть, если у вас есть в ваших структурах менеджеры, которые закрывают уровень с международными баллами, то тогда, и вы их здесь не увидели по какой-то причине, а остальные условия у них выполнены, то знайте, что как только придут международные баллы за первый каталог, мы обновим этот список и эти люди обязательно в него войдут. Ну что ж, давайте также проговорим те квалификации, которые идут у нас в каталоге номер 2, которые продолжаются у нас. Конечно же, это банкет директоров, это юбилейный банкет директоров, который состоится 9 июля. Пока не могу сказать, где это, большой секрет, но будьте уверены, конечно же, что этот банкет станет просто грандиозным, ведь 50 лет, это можно сказать, один раз в жизни бывает. Поэтому такие вещи, конечно же, нужно обязательно отмечать с большим размахом. Напоминаем вам, что для того, чтобы квалифицироваться на банкет директоров, необходимо либо выполнить план по группам, либо выполнить критерий нового звания. И таким еще одним дополнительным условием, которое было введено в этом году, является поддержание этого звания, которое вы закрыли, в финальном каталоге, то есть в каталоге номер 7. Таким образом, если вы по какой-то причине вдруг не удержите то звание новое, которого вы достигли в каталоге номер 7, то, к сожалению, приглашение на банкет директоров мы вам не сможем прислать. И то же самое, конечно же, касается тех лидеров, которые подтверждают свой план по группам. Обязательно необходимо быть в звании директор в каталоге номер 7. Мы продолжаем. И следующая квалификация, которая у нас есть, это, конечно же, юбилейная золотая конференция до окончания. Квалификационного периода осталось совсем немного времени, поэтому, уважаемые лидеры, обязательно прямо сегодня, если вы этого еще не сделали ранее, пересмотрите свой план, посмотрите, хватает ли вам групп, что вам необходимо сделать в каталоге номер 2, в каталоге номер 3 и, конечно же, в каталоге номер 4, для того, чтобы отправиться в незабываемое путешествие на одном из двух белоснежных, шестизвездочных лайнеров, которые приготовили для нас братья-основатели. Если вдруг вы по какой-то причине не помните свой план, либо не до конца уверены в его точности, в том плане, который у вас есть, вы всегда можете обратиться к вашим астмам, мы с большим удовольствием вам все расскажем и поможем вам с квалификацией. И у нас, конечно же, продолжается бриллиантовая конференция, то есть квалификация на бриллиантовую конференцию 2018 года, которая у нас пройдет в Токио. Осталось 11 периодов квалификации, и наши лидеры сейчас очень активно принимают участие в этой квалификации, они наращивают количество групп и уже предвкушают, я думаю, путешествие на этот такой загадочный очень уголок нашей земли. Ну что ж, давайте перейдем, наверное, к тому, чего все очень сильно ждут, к тому, насчет чего нам писали чаще всего на этой неделе и на прошлой неделе. Это, конечно же, две такие квалификации, которые были запущены на бриллиантовой конференции. Мы, наконец-то, получили наши финальные условия. Давайте, уже пишут в чате, да-да-да, сейчас. Мы, наконец-то, получили наши финальные условия и очень рады вам их представить. Первая программа – это, конечно же, «Пламя успеха». Это программа, которая запущена в честь 50-летия компании. Эта программа запущена не просто руководством компании, эта программа запущена самими основателями. Программа для лидеров. Ну что ж, давайте смотреть, что же можно получить по этой программе и что же необходимо для этого сделать. В первую очередь, конечно же, можно получить суперприз. Это поездка в Афины. Мы еще с вами об этом поговорим обязательно. Также каждый лидер может получить гарантированные подарки, если он выполнит определенные условия. Мы тоже об этом с вами поговорим. Обязательно расскажем вам условия квалификации. Расскажем вам, как вы можете отслеживать вашу квалификацию. И, на самом деле, это очень просто. И, конечно же, познакомим вас с нашим юбилейным сайтом. Это очень такой имиджевый лендинг-пейдж, на который вы, в принципе, кстати, можете и, знаете, приглашать. Вы можете показывать масштаб компании и показывать, насколько это здорово и классно быть в компании Reflame. Итак, 2017 год станет особенным годом для компании Reflame, ведь именно в этом году мы празднуем свой 50-летний юбилей. И компания Reflame предлагает программу для лидеров в звании старший менеджер и выше по итогам каталога номер 2. Что же необходимо сделать? Все очень просто. Необходимо развиваться, необходимо приращивать группы и получать гарантированные подарки и суперприз. Конечно же, начнем мы с самого такого интересного и сладенького. Это суперприз. Это поездка в Афины на двоих во время золотой конференции. Это три дня и две ночи в сентябре 2017 года. И человека, который выполнит эту квалификацию, ждет не просто путешествия, его ждет фактически золотая конференция. То есть, если он по какой-то причине не квалифицировался на золотую конференцию, но он выиграл этот суперприз, он становится на три дня участником золотой конференции. И на сцене золотой конференции во время гала-ужина его будут поздравлять отдельно. То есть, от каждой стороны у нас будет один человек, который выполнил условия для суперприза. И всех этих людей на сцене золотой конференции во время гала-ужина будут поздравлять отдельно. То есть это замечательная возможность для тех, кто еще никогда не участвовал в золотой конференции, прикоснуться к этому, для того, чтобы почувствовать, насколько это здорово, насколько это круто, когда тебе аплодирует такое огромное количество людей, и уже запланировать для себя участие в золотой конференции в следующем году в качестве основного участника. И, конечно же, еще человек, который выполнит условия на суперприз, получит памятный знак «Отличие от основателей компании». Гарантированный подарок, у нас тоже есть гарантированный подарок, это планшет с автографами основателей компании, которые будут нанесены на заднюю сторону этого планшета. Мне кажется, тоже каждый лидер просто должен для себя сделать этот результат, просто для того, чтобы на память остался такой отличный девайс, с которым вы можете пользоваться, который поможет вам строить ваш бизнес и станет отличным таким имиджевым инструментом вас, как лидера компании Арифлейм. Ну что ж, давайте перейдем к тому, что же необходимо сделать. Давайте начнем с того, что необходимо в рамках квалификации нам с вами отслеживать. Квалификационный период составляет у нас 7 каталогов. Это каталог номер 2-каталог номер 8 2017 года. То есть, уважаемые лидеры, квалификация уже идет. И нам сейчас с вами очень важно не упустить свой шанс и уже в каталоге номер 2 обязательно быть на уровне старший менеджер или выше. То есть, в эту программу включаются только лидеры уровня старшего менеджера и выше по итогам каталога номер 2. Сразу же хочу ответить на вопрос, если лидер находится в звании в каталоге номер 2, но вдруг по какой-то причине у него уровень 18% или 15%, он в программу вступает. То есть, здесь очень важно именно звание, в котором вы находитесь. То есть, это либо уровень старшего менеджера с отрывом 3000 баллов от нижестоящей группы, либо 7500 в персоналке, либо звание директора. В сравнительный период, что это значит? Мы берем такой же промежуток, каталог номер 2-каталог номер 8 2016 года. То есть, именно с этими показателями, показателями количества групп суммарно в первом уровне в этих каталогах, мы будем сравнивать результат ваш в текущем году. Как я уже сказал, обязательно звание для вступления в программу старший менеджер и выше по итогам каталога номер 2. И в каталоге номер 6 обязательно необходимо быть в звании директор и выше и держать уровень 22%. То есть, вот здесь уже, если вы находитесь в звании директор, но в 8 каталоге по какой-то причине у вас уровень 18%, к сожалению, это условие у вас не выполнено и из программы вы выбываете. Поэтому, обязательно следите за вот этим. Светлана, прямо на нашем слайде находится ответ на ваш вопрос. Для новых старших менеджеров, которые впервые выйдут на этот уровень в каталоге номер 2, у нас есть отдельные условия. Мы понимаем, что они не успевают за эти 7 каталогов закрыть звание директора. Поэтому, если новый старший менеджер второго каталога продолжает свою квалификацию, каждый раз делает уровень старшего менеджера и в каталоге номер 9 закрывает звание директор, то мы тоже считаем его участие в программе. Также у нас есть дополнительные критерии квалификации в этой программе. Это рекрутирование. Давайте сначала поговорим о том, что же необходимо сделать в качестве групп. Необходимо каждый каталог, очень желательно приращивать группы в первом уровне, в вашем первом уровне 22% группы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы еще дальше это на очень детальных примерах разберем с вами, поэтому, если у вас есть вопросы, подождите пока не пишите их, мы это все с вами разберем. Необходимо пригласить также не менее 70 квалифицированных рекрутов в персональную группу за квалификационный период. Обратите внимание, что звание и количество групп определяется с учетом международного спонсирования. То есть группы вам будут считаться, если они находятся у вас в первом уровне, и международные, а вот квалифицированные рекруты считаются только в родной стране. Также хочу заметить, что персональная группа определяется ежекаталожно. Что это значит? Это значит, что вам необходимо очень тщательно планировать отделение ваших групп в каждом каталоге. Потому что, если в текущем каталоге, например, в каталоге номер 2, у вас отделяется группа, и у вас есть квалифицированные рекруты в этой группе, они вам считаться не будут. То есть, если вы в начале каталога планируете, что у вас отделяется группа, то не считайте квалифицированных рекрутов этой группы к себе в квалификацию. Считаются только те квалифицированные рекруты, которые по итогам текущего каталога находятся в вашей персональной группе. И при выполнении условий, плюс 2 группы к показателям прошлого года и 70 квалифицированных рекрутов в персоналке, вы получаете гарантированный подарок, это планшет с автографами основателей. Давайте переходить дальше. Лидера вместе прирастили одинаковое количество групп, ну скажем 10, у одного лидера 10 и у второго 10. Тогда мы будем смотреть на суммарное количество квалифицированных рекрутов в персональной группе. Поэтому, уважаемые лидеры, если вы увидели, что отметка квалифицированных рекрутов суммарно у вас в этой программе уже достигла 70, я призываю вас не останавливаться ни в коем случае, потому что поездка одна. И съездить, я думаю, хватит совсем, поэтому как можно больше квалифицированных рекрутов дадут вам больше гарантии того, что у вас есть большой шанс поехать на эту конференцию. Поэтому 70 рекрутов это не предел, я думаю, что можно сделать намного больше. И, как я уже сказал, самый высокий результат по итогам каталога номер 8 получит супер приз. Поездку в Афины. Ну что ж, давайте разберем с вами на примере, как мы будем рассчитывать квалификацию в этой программе. Вот давайте себе представим лидера, у которого, посмотрите, пожалуйста, первую строчку в нашей таблице, в каталогах 2-8 2016 года суммарно в первом уровне за все каталоги было 5 групп. То есть у него была группа в каталоге номер 2, в каталоге номер 3, 4, нет, вру, 2, 3, 5, 6 и 9. То есть у него было 5 групп. А в каталогах аналогичных 2017 года наш лидер во втором каталоге прирастил одну группу, в третьем каталоге также прирастил одну группу, в четвертом прирастил одну группу, в пятом у него было такое же количество групп, в шестом было такое же количество групп, в седьмом он прирастил одну группу и в восьмом у него тоже был одинаковый показатель групп. То есть он суммарно сделал 9 групп, да, получается у него всего. Его план был минимальный, план для того, чтобы получить планшет, был 7 групп, потому что в каталоге 2016 года у него было 5 групп. 5 плюс 2 это 7. Соответственно, он сделал 9, он большой молодец. И его прирост составляет его суммарное количество групп 9, минус 5, это его показатель предыдущего года, это 4 группы. То есть его результат на суперприз это 4 группы. Также, как мы видим, он сделал суммарное рекрутирование, это 70 квалифицированных рекрутеров. Здесь, кстати, очень удобно считать, у нас всего 7 каталогов квалификации, поэтому минимально для того, чтобы участвовать, чтобы претендовать на суперприз, вам нужно приглашать по 10 квалифицированных рекрутеров в каталог, да, все просто. Что ж, давайте перейдем еще к одному примеру. Он тоже такой очень показательный. То есть, смотрите, в каталогах 2-8 2016 года у нашего лидера суммарно в первом уровне было 33 группы. Соответственно, его план на получение планшета это 35 групп. Плюс 2. Всегда можете просто взять ваш информационный листок, посмотреть, сколько у вас групп в первом уровне было за период каталогов номер 2-8 2016 года, прибавить 2, и это, собственно, ваш план по группам на получение планшета. В каталоге номер 17 наш лидер сделал суммарно 40 групп. Соответственно, его результат на суперприз это 40 минус 33, 7 групп. Он также сделал 70 квалифицированных рекрутеров, поэтому он принимает участие в конкурсе на суперприз. Как вы видите, необходимо очень хорошо подойти к приросту ваших групп, для того, чтобы уже со второго каталога, ну, скажем так, показать прирост и сделать такой шаг на пути к нашей квалификации. Ну что ж, я думаю, все на самом деле просто. Как же вы сможете отслеживать вашу квалификацию? Если у вас все еще останутся вопросы по количеству групп, вы, конечно же, можете обратиться к нам, мы с большим удовольствием вам ответим. Также у нас уже сейчас на сайте готов отчет в разделе «Мой бизнес» «Управление структурой программы и акции, начиная с каталога номер 2 2017 года». Там уже есть готовый отчет, выгрузив который, вы увидите суммарное количество групп у вас в 2016 году и сможете, прибавив 2, уже, собственно, запланировать себе свою квалификацию на пламя успеха. И ежекаталожный рейтинг лидеров мы также будем выкладывать вам обязательно каждый каталог, а в последнем каталоге квалификации мы будем делать это еженедельно. Татьяна, да, 70 квалифицированных рекрут – это персональная группа. Персональная группа – это все консультанты без 22% групп. И, конечно же, у нас запущен уже тоже юбилейный сайт. Это специальный инструмент для рекрутирования, в котором вы узнаете историю компании, вы узнаете факты гордости, вы увидите историю успеха лучших лидеров «Арифлейм» всего мира. И, конечно же, там будет специальный раздел для программы «Пламя успеха». Обязательно зайдите, посмотрите, это очень красочный сайт. Здесь указан российский адрес, вы можете заменить буковки «ру» на «бай». И у нас тоже есть аналог нашего сайта. Если кто-то еще не видел, обязательно зайдите, посмотрите. Итак, развивайте лидеров, приращивайте группы и получайте гарантированные подарки в виде планшета и суперприз. Почему это важно? Я думаю, что даже странно было бы, наверное, объяснять. Это квалификация, которая была запущена нашими основателями, людьми, которые 50 лет назад основали компанию «Арифлейм» и дали возможность воплощать мечты нам всем. И я думаю, что это просто вызов для каждого лидера, долг и, скажем так, вопрос чести, просто сделать этот вызов и получить планшет от основателей компании. Мы запустили наше «Пламя успеха» на бриллиантовой конференции в Майами. И, конечно же, сын основателя Роберта Офьёкника, Александр Офьёкник, передал нам это «Пламя успеха» на нашем грандиозном большом мероприятии, которое прошло у нас совсем недавно, 29 января. Поэтому наше «Пламя успеха» с нами, я думаю, что оно будет нас подгонять для того, чтобы показывать все больше и больше лучший результат. Да, Наталья, 70 квалифицированных рекрутов суммарно. То есть вы можете рекрутировать в любом каталоге любое количество рекрутов. Важно, чтобы по итогу каталога номер 8 у вас было 70 квалифицированных рекрутов в вашей персональной группе. Ну что ж, давайте перейдем к нашей второй программе, по которой тоже было довольно большое количество вопросов. Это, конечно же, вторая волна квалификации на Болгарию. Путевка по пламени роста на одного человека. Юбилейная конференция для менеджеров была объявлена. У нас прошла первая волна, у нас идут альтернативные условия по первой волне. И, конечно же, мы как компания хотим, чтобы как можно большее количество наших менеджеров и лидеров приняли участие в этой квалификации. Поэтому мы объявляем вторую волну. Условия тоже довольно простые. Закрывайте новые уровни по сравнению с самым высоким достижением в истории. Повторяйте это достижение от 4 и до 6 каталогов. Вместе с каталогом номер 9 2017 года включительно. Приглашайте минимум двух квалифицированных рекрутов в персональную группу каждый каталог. Выполняйте условия по суммарному рекрутированию в персоналку каждый каталог. И, конечно же, обязательно размещайте личные заказы на 150 бонус баллов. Также каждый каталог. Ну что ж, давайте посмотрим. Условия у нас довольно схожие. Они, скажем так, похожи очень сильно на наши предыдущие условия, что касается механики. Поэтому давайте пройдемся. Я думаю, что вопросов у нас будет немного. Итак, в зависимости от вашего стартового уровня, вам обязательно необходимо достигнуть уровня либо 18%, либо уровня старший менеджер. Если вы консультант от 0 и до 6%, то вам необходимо достигнуть уровня 18% 4 раза, обязательно имея отрыв от нижестоящего менеджера. Если вы менеджер уровня 9%, 12, 15, 18, 22, либо уже старший менеджер, вам необходимо достигнуть уровня старший менеджер. Если вы находитесь на 9-15%, вам это необходимо сделать 4 раза. Если вы находитесь на 18-22% и на уровне старший менеджер, то 6 раз. Обязательно это необходимо сделать в каталоге номер 9, так же, как было и в первой волне. У нас последний каталог квалификации был каталог номер 1. По итогам этого каталога менеджерам необходимо обязательно было выйти на свой уровень, имея отрыв. Такое же условие у нас есть и во второй волне. То есть вы вышли на уровень 18% либо старшего менеджера, и обязательно это необходимо сделать в каталоге номер 9. Были вопросы у нас касательно того, необходимо ли делать этот уровень подряд, или можно делать это в разных каталогах. Конечно же, это можно делать в разных каталогах, но обязательно сделать это суммарно указанное количество раз. Как я уже сказал, минимальный уровень, который должен быть по итогам каталога 9, это либо 18, либо старший менеджер. Обязательно необходимо делать минимум двух квалифицированных рекрутов в персональную группу в каждом каталоге. Обратите, пожалуйста, внимание, уважаемые лидеры, что в этой квалификации у нас не будет условия того, что какой-то один из каталогов можно пропустить. То есть у нас в каждом каталоге необходимо делать минимальное рекрутирование, и в каждом каталоге необходимо делать 150 бонус баллов. Да, обязательно должен быть отрыв от нижестоящего менеджера в том каталоге, в котором вы выходите на ваш новый уровень. И также у нас есть суммарные критерии по рекрутированию. Для консультантов 0-6% это суммарно 30 рекрутов, для менеджеров 9% это 40 рекрутов, 12% 50%, 15% 60%, 18% 75%. И для лидеров уровня 22% и старший менеджер это 90 квалифицированных рекрутов суммарно за весь период квалификации. Опять же, вы можете делать этих рекрутов в разном количестве в каждом каталоге. Важно, чтобы это было минимум два и как можно больше в каждом каталоге. Давайте продолжать. И следующий наш слайд. Конечно же, у нас есть предложение для наших директоров. Помогите двум менеджерам персональной группы квалифицироваться на конференцию в Болгарии и отправляйтесь вместе с ними в это путешествие. Менеджеры обязательно, как и в прошлых условиях, должны быть из разных спонсорских веток. Персональная группа директора фиксируется по итогам каталога номер 1, то есть по итогам прошедшего первого каталога. Директору обязательно необходимо подтвердить это звание и выше, и уровень 22% в каталоге номер 9. Кстати, да, уважаемые лидеры, опять же возникает вопрос по рекрутам в персональной группе. Давайте вернемся к предыдущему слайду. Здесь условия точно такие же, как и в пламени успеха. Вам необходимо планировать обязательно отделение ваших групп в каждом каталоге. То есть если в текущем каталоге, в каталоге номер 2, у вас есть рекруты в группе, которая у вас по итогам этого каталога отделяется, эти рекруты вам в вашу персональную группу и в ваш план на эту квалификацию считаться не будет. То есть вы рекрутируете в персональную группу, которая по итогам каталога останется вашей персональной группой. Пожалуйста, обратите на это внимание, обязательно учитывайте это в вашей квалификации. И, конечно же, у нас есть специальное предложение для квалифицировавшихся по первой волне. Давайте посмотрим, что же это за условия. Это условия для менеджеров, которые выполнили условия первой волны. Им необходимо выйти на уровень старший менеджер, повторять это до достижения 4, 6, либо 8 каталогов. Дальше мы это с вами проговорим. Обязательно размещать личные заказы на 150 бонус баллов. И за вот эти условия они получат денежный бонус в размере от 250 до 500 долларов. Итак, давайте посмотрим, какие же условия для каких уровней есть. Если самое большое достижение в истории консультанта до каталога номер 1 2017 года включительно 15%, ему необходимо достичь уровня старший менеджер, то есть обязательно старший менеджер, либо 7500, либо 3000 и одна группа, выполнить минимальное количество раз, то есть 4 раза выйти на этот уровень в квалификационный период, выполнять каждый каталог по 150 бонус баллов, и за это наш менеджер получает 250 долларов. Такие же условия у нас и для 18%-ника, кроме тех, что ему необходимо уже не 4 раза, а 6 раз выйти на уровень старшего менеджера. За это он также получает 250 долларов. Если же менеджер 15%, 18% либо старший менеджер выходит на уровень старшего менеджера все каталоги, то есть 2, 3, 4, 5, все каталоги, то есть он в течение 8 каталогов выходит на этот уровень, то компания очень благодарит его за это, и уже такой менеджер получает дополнительно к своему закрытому званию, кстати, директора, к 1000 долларов, он еще получает дополнительно 500, согласитесь, мне кажется, очень здорово, мне кажется, что стоит постараться и поработать неплохо. И, конечно же, у нас есть отличное предложение для наших директоров. 50% бонусов, которые ваши менеджеры получат по этой квалификации, получает также и директор. Я думаю, что нашим директорам сейчас стоит очень неплохо поработать, потому что их менеджеры, которые выполнили условия первой волны и которые выполняют условия второй волны, они могут принести своему директору довольно неплохую сумму денег. Итак, условия. Помогите менеджерам персональной группы, которые квалифицировались на конференцию для менеджеров 2017 года по основным условиям первой волны, квалифицироваться на бонус во время второй волны и получите 50% от размера их бонусов себе. Специальное предложение очень важно. Обязательно обратите внимание. Действительно для директора, вне зависимости от того, квалифицировался он на эту конференцию или нет, то есть даже если он не квалифицировался на эту конференцию, но его менеджеры выполнили все условия, он также получает свое денежное вознаграждение. Персональная группа директора фиксируется по итогам 11 каталога 2016 года, то есть она зафиксирована по тому каталогу, когда у нас, собственно, и стартовала наша квалификация на Болгарию. Директору необходимо обязательно подтвердить свое звание и уровень 22% и выше по итогам каталога 9. Звание и уровень определяется с учетом международного спонсирования. И, пожалуйста, обратите внимание, что директор получает бонус за всех менеджеров, даже если эти менеджеры находятся в одной спонсорской ветке. То есть если у вас есть менеджеры, которые расположены один под одним, в одной спонсорской ветке, если они оба отправились в конференцию на Болгарию, они также приносят своему директору каждый его заслуженный бонус. Мне кажется, тоже отличная мотивация для наших директоров. Что же у нас происходит с нашими альтернативными условиями? Наши альтернативные условия остаются в силе, они продолжаются, поэтому давайте вспомним, еще раз пройдемся по ним, для того, чтобы все-таки ничего не забыть. Напоминаем вам, что по альтернативным условиям в течение каталогов 12-1 2017 года необходимо было определенное количество раз подтвердить уровень старшего менеджера, обязательно продолжать размещать заказы на 150 бонус-баллов. Давайте еще раз это с вами проговорим. Менеджеру, который стартовал с уровня 0,6%, необходимо было в рамках каталогов 12-1 2017 года выйти на уровень старшего менеджера 1 раз, 9-процентнику 2 раза, 12-15% 3 раза, 18-22% и старший менеджер 5 раз. Обязательно это условие для того, чтобы продолжать участие в альтернативной программе. Далее вам необходимо закрыть звание директор до каталога номер 8 2017 года, быть на уровне минимум 22%, то есть старший менеджер, в каталоге номер 8 и ежекаталожно размещать заказы суммарно личные на 150 бонус-баллов. Требования для директоров с менеджерами, которые квалифицируются по разным условиям, остаются прежними для тех, кто только по альтернативным условиям, необходимо выйти в звание директор. И в данном случае квалификация рекрутов не учитывается, то есть у нас нет требований к квалифицированным рекрутам. Если же у вас есть менеджеры, один из них квалифицировался по основным условиям, а второй квалифицировался по альтернативным, то вам необходимо также иметь квалифицированное рекрутирование и суммарное рекрутирование. Сейчас у нас есть уже вопросы и ответы, которые поступили от лидеров России. Давайте мы сейчас их с вами проговорим, и если какие-то вопросы у вас, уважаемые лидеры, еще останутся, то тогда мы будем очень рады на них ответить. Итак, первый вопрос. На какой вариант второй волны могут претендовать менеджеры, которые на данный момент выполняют альтернативные условия квалификации по первой волне? То есть если они идут по первой волне по альтернативным условиям, это будет бонус, вторая путевка или и то, и другое. Ведь теоретически они могут выполнить и альтернативные условия, и условия второй волны. Такие менеджеры могут рассчитывать только на путевку по первой волне. По второй волне они могут принимать участие только те менеджеры, которые окончательно квалифицировались в Болгарию по итогам каталога номер один. И любые новые менеджеры, которые не успели квалифицироваться по новой волне. Дальше идем. Второй вопрос. Менеджеры, квалифицировавшиеся в первой волне, хотят заработать бонус во второй волне. С какого уровня они стартуют? С максимального в истории или с того уровня, который они были должны достичь в плане первой волны? Они стартуют с максимального в истории уровня по итогам каталога номер один. То есть если они перевыполнили свой план, если они сделали больше уровень, чем был выставлен по итогам первой волны, то они стартуют именно с этого уровня, с своего максимального уровня в истории. 2. Менеджеры, квалифицировавшиеся по первой волне, имеют ли они возможность заработать вторую путевку и при выполнении условий полагается им только бонус? 2. Второй путевки в программе нет. Вы должны четко понимать, что во второй волне менеджеры, которые выполнили все условия первой волны, включительно квалифицируются только на денежный бонус. 3. Директор получает 50% от всех своих менеджеров, квалифицированных в структуре, даже если все менеджеры находятся в одной ветке и сам директор не квалифицировался на международную конференцию? 4. Мы уже с вами это проговорили. Да, абсолютно верно. Даже если менеджеры находятся в одной ветке, даже если директор сам не квалифицировался на эту конференцию, он получает этот денежный бонус. 5. Если консультант 15% во второй волне выполняет требования старшего менеджера, а потом закрывает директора, он получает только 500 долларов или 250 за старшего менеджера и плюс 500 за директора? 6. Он получает только 500 долларов. Это то, о чем мы с вами проговорили. Он закрывает уровень директора, соответственно он получает 500 долларов. Эти условия были прописаны в таблице, которую мы с вами уже видели. 7. Денежное вознаграждение. Это для тех, кто квалифицировался по стандартным условиям. Денежное вознаграждение могут получить те менеджеры, которые выполнили основные условия первой волны и выполнили условия второй волны. 7. Следующий вопрос. Может ли попасть в Болгарию консультант 22%, не старший менеджер, то есть у которого нет отрыва 3000 баллов от нижестоящей группы, предусмотрены ли для него какие-то условия? 7. Да, для него предусмотрены такие же условия, как и для старшего менеджера. 8. Ему необходимо уже сейчас в этом каталоге делать отрыв от своей группы минимум в 3000 бонус баллов. Обязательно это не упустите, если у вас есть такие менеджеры. 8. Ну что ж, продолжаем. Если директор имеет одного квалифицированного менеджера по первой волне и будет иметь еще одного квалифицированного менеджера по второй волне, может ли он отправиться с ними в поездку за 300 долларов? 9. Нет, он не может. Менеджеры двух волн не суммируются. То есть директор может отправиться в Болгарию, либо если у него есть два менеджера по второй волне, либо если у него есть два менеджера по второй волне из разных спонсорских веток. Первая и вторая волны не суммируются. Ну вот, собственно, это те вопросы, которые возникали у лидеров в первое время. Поэтому сейчас я готов отвечать на ваши вопросы. И давайте начнем вот как раз с Юлии Бодок. Если максимальное звание директор, но его не подтвердил, сейчас считается старшим менеджером, то как вступает в квалификацию? Как директор? В квалификацию он вступает, да, как директор. Если в истории был директор, а по первому каталогу не держал звание и не было 22%, все равно учитывается максимальное звание. Алена Новикова, если я в прошлом каталоге была 12%, в этом каталоге мне нужно выйти на 22% с отрывом. Вы имеете ввиду пламя успеха? Если пламя успеха, то да. В этом каталоге для того, чтобы вступить в эту программу, необходимо обязательно быть на уровне старшего менеджера, то есть иметь отрыв. Для второй волны план по рекрутам по максимальному уровню в истории или по итогам первого каталога? По максимальному уровню в истории, Маргарита. Мы смотрим максимальный уровень в истории консультанта. На Болгарию, Алена? Алена, вам необходимо смотреть, какой у вас максимальный уровень был до каталога номер 1 включительно. И именно от этого уровня вам уже необходимо смотреть, какой у вас план. Если в истории старше золотое по каталогу 2 старший менеджер, может ли квалифицироваться на Болгарию? Ну да, только смотрите обязательно, чтобы у вас шли ваши менеджеры. То есть у вас персональная группа фиксируется по итогам каталога номер 11 2016 года. Поэтому смотрите, какая у вас персоналка, какая у вас и идут ли в этой персоналке у вас менеджеры. Так, ну что, больше я пока что вопросов не вижу. Уважаемые лидеры, мы, наверное, уже будем... Евгений, нет, отрыв необходим обязательно в каждом каталоге, в котором вы выходите на необходимый уровень. То есть если вам необходимо выйти 4 раза в квалификационный период на уровень старшего менеджера, то каждый раз, когда вы выходите на этот уровень, вам необходимо держать отрыв. Иначе этот каталог вам считаться не будет. Если старший менеджер пошел по альтернативным условиям первой волны, получается, что возможности участия во второй волне у него уже нет. Оксана, у него есть такая возможность, но для него это будет сложнее, потому что если по альтернативным условиям первой волны ему необходимо просто выйти на звание директора без рекрутирования, то во второй волне ему необходимо сделать то же самое, только плюс еще рекрутирование. Мне кажется, это усложняет просто его жизнь. Если сейчас 18%, в этом каталоге открывают 22%, то мне квалифицированные от основной ветки будут суммироваться дальше или только от второй. Квалифицированные рекруты будут суммироваться только в вашей персональной группе, которая останется у вас по итогам этого каталога. То есть если у вас отделяется какая-то группа, эти рекруты вам считаться уже не будут. Если менеджер идет на Болгарию по альтернативным условиям и один менеджер по второй волне, директор в Болгарию квалифицируется, Наталья – нет, он не квалифицируется, менеджеры не суммируются в волнах. На пламя успеха учитывается максимальное звание в истории. Если в истории была директор, сейчас старший менеджер, могу ли квалифицироваться, с какого каталога смотреть уровень? Что имеете в виду, на какую программу квалифицироваться? Сколько личных бонус-баллов по альтернативным условиям? Анастасия, у нас на все программы данные есть одни личные бонус-баллы, это 150. Мне как директору считается группа старшего менеджера, который квалифицировался в Болгарию? То есть если у меня еще один менеджер квалифицировался, я еду за 300. Вера, смотрите по вашей персональной группе, которая была у вас в каталоге номер 11. То есть то же самое, что у вас было в первой волне, вот те же менеджеры в той же персональной группе, они вам идут. Если они у вас у человека, который сам претендовал в первой волне на директорские условия, то эти менеджеры вам не идут. В истории 18%, а по каталогу номер 2, 9. Может ли он квалифицироваться на вторую волну? Да, он может квалифицироваться на вторую волну. Нет, подождите. Нет, не может уже. Да, он может квалифицироваться на вторую волну, если в истории был 18%, а по итогу каталога номер 9, 2. То есть он на 9%, но человеку все равно необходимо продержать уровень 22%, минимум 6 каталогов. То есть обращайте внимание. Екатерина, где вы, скажите, пожалуйста, увидели 200 бонус-баллов? У нас в каждом условии, там же, где и пламя успеха, там же, где и менеджерские квалификации, на нашу конференцию везде необходимо делать 150 бонус-баллов. Да, давайте мы с вами закончим уже наш вебинар. Я думаю, что все вопросы вы можете задать вашему АСМу, либо написать в чат. Мы тоже обязательно ответим на каждый из вопросов. Презентацию, конечно же, обязательно скинем вам сейчас, сразу же после окончания этого вебинара, поэтому вы сможете еще раз ее пересмотреть, еще раз с ней ознакомиться, и, может быть, какие-то из вопросов у вас уже отпадут. Я же вам желаю успешного завершения этого каталога, он будет длиться еще две целые недели. У нас с вами очень много времени для того, чтобы показать просто невероятный рост, для того, чтобы пригласить уже наших квалифицированных рекрутов, которые необходимы вам, как для квалификации на Болгарию, так и для квалификации в пламя успеха. Поэтому обязательно ждите от нас ссылочку, сейчас обязательно пришлем. Удачи вам, желаю вам роста, желаю вам новых партнеров, и чтобы тот заряд мотивации, который вы получили на нашем мега-мероприятии, и тот заряд мотивации, который принесла вам наша сегодняшняя презентация, он сохранялся у вас до самого конца квалификации, чтобы вы работали, просто у вас была неиссякаемая энергия, и чтобы как можно большее количество человек в ваших структурах квалифицировались на обе программы. А на этом мы завершаем. Я благодарю вас за внимание и до свидания.